Девушки отдыхают Девайсов и лучший выбор платежных систем Дота 2 и Хардстоун Контерстрайк и Старкрафт World of Tanks и Лига Легенд EGB.com Ты точно знаешь, кто победит Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgofast.ru Делай свои ставки И выигрывай реально крутые скины ksgofast.ru Проверь свою удачу Итак, мы возвращаемся К нашему матчу. Буквально через несколько секунд Заруба Fnatic против Vexit Продолжится. На этот раз карта Train. Это выбор шведской команды И вот как раз таки здесь уже полякам Отступать некуда. Не то, что некуда У них нет вариантов. Им нужно выигрывать карту Train, чтобы бороться на третьем коблстоуне Но Train это пик Шведов, как об этом уже сказал Тафф и аналитики наши Юрий Мы все прекрасно понимаем, что Шансов становится у польской команды Все меньше и меньше на успешный дебют А вот шведы, шведы молодцы Если сравнивать с прошлым сезоном То в этом они просто красавчики Они уже отжали первую карту и в шаге Чтобы забрать первые три очка В этом сезоне звездной серии Ну и не будем забывать, что в одном из сезонов Ребята из команды Fnatic умудрились взять первое место Обыграв команду Na'Vi в финале Но потом на следующий сезон Ребята вылетели уже в первом групповом Уступив болгарской команде И проиграв матч БО-3 За выход на финал Это было для них, наверное, шоком С другой стороны Это ошибка менеджмента То, что игроки не знали своего расписания Что ж Ножи Ножи и Олаф Мейстер с GV Уже во всей красе И Флюша присоединился Ответка гипергрубой Ну, в общем-то Все заканчивается с преимуществом Аж трех игроков Все три резаных Но поляки не смогли устоять здесь И... Ну, начало будет в защите И польской атаке стоит пожелать огромной удачи Потому что раньше Ну, я знаю, потому что Если бы они начинали еще за защиту Вот шансов было бы больше Ну, и... Об этом надо было думать раньше Поэтому Атака для Vexit Ну, вспоминаем Вспоминаем Бывую каточку на трейне С участием команды Fnatic Правда, соперник был посерьезнее Это были ребята из Envy И вот как раз-таки там у шведов Не то чтобы шансов не было Там просто шведов не было Шнадцатый Разбитый Fnatic На карте Трейн Ну, и теперь постараются показать нам Немного другой Трейн Против... Ну, не такой сильной команды И, возможно, здесь Что-то поменяется Слушай, ну, медленный стиль игры От польской команды Как всегда Это уже, не знаю Стабильность На самом деле Стабильность Это признак мастерства Но вот пока у них Медленные раунды не работали Если брать, например, Оверпаст То там с заходами на точку У ребят было немного полегче И B И A Они вскрывали без проблем В первых четырех раундах А вот здесь Здесь все намного Интереснее и сложнее Во-первых, это дистанция Во-вторых, это Попытки выходов И даже Несмотря на вот Идею Поданную разработчикам Сделать всевозможные лазейки Выйти все равно На этой карте достаточно сложно Если раунд не готов Но поляки пока И позициями И настроем показывают Что у них что-то есть Потому что гранаты Куплены не просто так И обратите внимание В закупе На гранатах Принимают участие Четыре человека И лишь одному игроку Позволено было Купить армор Это Рейлен И он будет играть У нас, видимо С апдауна Что ж Дымовая завеса Выход на аплент 2-1 Апдаун Как фломастер Разорвал только что Парочку поляков Тут еще и бомбу Выбили в пленте И в общем-то На этом польский раунд Заканчивается Знаешь, какой-то Шальной развод Пытались сделать поляки Основной выход На аплент с бомбой А почему-то Один оставался на Б Он не то, что оставался Он пытался выходить Не первый А последний Видимо раунд строился В расчете на то Что они все-таки Убивают кого-то на апленте И последний парень на Б Идет в спину Заходит в спину Но тут у него Как бы плана Б не было И он просто там протупил Задумка на 5 Реализация на 2 Вот именно Наверное так Стоит ухарактеризовать Пистолеточку От команды Vexit Fnatic повели На карте Трейн 1-0 И что же будут Предпринимать Vexit Пока не рискуют Особо не рискуют Без арморов Хотя нет Вот не до конца Понимаю я вот такие Форсбай 2 дигла СЗ-шка 2 по 250 Раскидка есть Но почему не все Покупают арморы Почему только двое Троица купила А троица остается без Ну какой-то Недобай Или перебай Я даже не знаю А Плюша уже подформил Плюс 900 долларов Забрал Рейлина Продолжает Громить поляков На подходах К закрытому Плюша уже Плюс 2700 Нет это Кстати не удивляйтесь Его игре на этой позиции Еще на старом трейне Он давал жару На этой карте И именно на этой позиции С мага Есть еще один швед Это Гидрайт Который тоже любитель Подобраться с магом Вот к лесенке К винтам в упор На Б планете Вот скажи Олфмейстер Ну вот он только что Украл эйс Из рук флюши Ну жадный А это было бы Ну суммарно 5 на 9 45 4 с половиной тысячи Без учета Денег Которые насыпят За победу в раунде Это только Джей Вина стрелял С фармгана Тут уже есть на ОВП На самом-то деле Но ребята из Натик Продолжат фармить Плюс сохранят экономику Ну в избежании Казусов и Флюша По-моему сейчас будет делать Вторую попытку Игры с магом Нет на этот раз Поляки идут наверхвист И здесь их готов встречать Кримз и Олфмейстер Здесь все хуже чем там Там хоть шанс разменяться было Здесь вообще в дым Зашли всей командой Зато вместе Задумка Задумка З З З З З Вот Задумка Задумки От поляков Ну повтор от Флюши Уважаемые зрители На ваших экранах Опять же Ну его маг Не нуждается в представлении Теперь уж точно Спокойно собрал всех и вся Ну и далее Ребята из Польши Продолжают Уже играть серьезно На закупе у них Мы видим 5 АК 47 И самое главное У них есть очень много Раскидки И Оупен фраг На Аппленте Правда играют они все равно Против звена из трех человек И Бронекс уже показывает Абсолютно мобильные действия Нестандартные Поляки несмотря на то что Пробрались В непредсказуемые позиции Все равно Мудрились разменяться На численное равенство И 2 в 2 Майндгеймс начинается Ну вот если Обратить внимание На стартовые баи То У шведов был скаут У шведов был Макс 7 Короче закупка Непропорциональна Закупке поляков Но тем не менее Они даже опаснее Выглядят в защите С этими Недодевайсами Но соль в том Что Макс 7 В руках Флюши Намного Результативнее оказался Чем тот же Калаш в руках Фурлана Который сейчас просто Пытается спасти Свою жизнь Куда идет Непонятно Но Находит Кримз Кримз Находит ТВО Плюс ЭКМ В стэк команды Фнатик по оружию Замечательная экономика И по-моему На первую половину Тут карт-бланш У шведов Можно просто Раздавливать Каждый раунд Ну вот точно так же На карте оверпасс Вексоды начинали В атаке После чего Шведы вернулись в игру И показали Что Действительно Серьезные Намерения испытывают На оверпассе И Довели все дело до победы Правда очень скользкой победы Ведь Закомбэчить могли Поляки А вот смогут ли здесь Нагазать борьбу Смотрим Бронекс взрывает Джеспера Походу не могут Без фрага Без фрага Поляки играют Самое главное Вот он не отдал Джеспера Опять же Тимкил Но зато какой Вы представляете Какая минус морали Сейчас у Вексов Тем не менее Гипер сделал фраг Но это все Что он может Уже здесь выжать Из сложившегося Экшена Который произошел От шведов 5-0 Быстрое начало И АВП у Рейлина Страйк Ты заказывал Может быть У поляков Расписана Снайперская винтовка По картам И вот например На оверпассе Отыгрывал С АВП Пит На трейне И я видел На кэше Точно Рейлин стреляет С АВП Посмотрим Насколько продуктивней Будет выглядеть Снайперская винтовка Рейлина Чем АВП Пита На оверпассе Знаешь Рейлин действительно Замечательный игрок И даже вполне Себе такой Фантазер Назвать ножик Галактика Галактика Ну хотя у меня Борис Подожди Это вообще Мое название Это моя бритва Ну мой Борис Эффективный Поверь Сколько ты зарезал На своем Борисе Люрписа точно Ну вот это кстати Таким я похвастаться Точно не могу Так что мой Борис Нормальный Твой реально Респект ему И уважуха Ладно Смотрим 5-0 Фнатики потеряли Живи Тем не менее Олаф играет Невероятно агрессивно С АВП Поджимает центр Забирает Гипера Это было сверх непредсказуемо Со стороны шведа И Вексет сейчас Мучает мысль Что к ним кто-то идет в спину Тем не менее Они приступили к атаке На Б-плэнт Двойка проходит Из стриплета Бомба ставится И по-моему Она будет Посмотри какая интересная бомба Ставится От поляков Только что-то вот сейчас Мне кажется Одна граната Бомб Кэрри СВЛ Ну и все Только Рейлин Со своей снайперской винтовкой Будет демонстрировать Свой снайперский скилл А кстати Молотов бы сейчас Было бы круто Смотри Бомба стоит Вообще не под эту позицию Да-да-да Вот задумка Не ясна Опять-таки же Она может быть и хороша Но Реализована просто безобразно Даже На верхней волне Бомба стоит на нижнюю И так что тебе надо Выйти полностью Чтобы увидеть Минирующего игрока защиты Тут наверное Двумя фактами Поляки руководствовались Первые Это не боялись Молотовых от игроков Защиты на позиции Дефолта Хотя там можно просто В дым поставить А второй Видимо у них Может был такой план Что кто-то должен Зайти еще в спину Но опять же Запирающих игроков Не было Так что это Ну не до конца Понятна вообще Задумка поляков Но это как фурлан В дыму Это вот как Галактика Да-да-да Это как галактика Что? Куда ты поставил? Может это бомба С Териспа Простреливается просто Мы не знаем Почему французы Ставят бомбу Дефолтную И кидают туда По КД Молотов И поляки Делают просто Вот что-то Невероятно Невнятное Итак Первый минус От Живи На этот раз Перестреливает Рейлина Продолжает контроль Ста И увидит Отходящих игроков Нападение Поляки же Перестраиваются Сейчас Немного На другие позиции Попробуют Открыться Зелени Но уже поздно Здесь Пронок Занял позицию Краем дыма Зачекал Пита Меньшинство Преследует Вексет Как злобный зверь По пятам Не знаю Какую-то Какую-то Не знаю Какое-то Безобидное Животное И втроем На Апленте Но это Должен быть Опасный выход Для Вексет Тем не менее Они справляются Живи По тени Не заметил То что его Походят сверху И его моментально Перекрывает Гипер Отлично игрался ВП 2-3 Ситуация Бомба стоит И есть Все Все для того Чтобы взять Первое очко Размочить счет Флюша Выбивание Ну вот только Здоровья Количества Не хватает Полякам Боже Какой тайминг Просто сейчас Был И ого Двоих Двоих И один на один Красный игрок Остается против Флюши Грубый Грубый Или как тебя там парень Просто красавчик Справляется В сложной ситуации С минусом И со стрельбой А ведь Против кого остался Флюша Один из лучших Квач-мастеров На планете Земля Ну по логике Флюша должен был Его добивать Но что-то не зашло 6-1 По-прежнему есть девайсы У команды Фнатики Еще бы их не было Серия из шести А вот Что надо делать В Эксодом В Эксодом Просто кровь из носа Надо брать Второй раунд Кряду Ведь проиграв Этоп Остаются без экономики Джи Ви уже отъехал Максимальная агрессия Под закрытым плантом Для Джи Ви Закончилась провалом Но Флюша Разменивает тиммейта Забирает грубого в ответ В итоге 4 в 4 Затишье На карте Никто никуда не торопится Понимают прекрасно Что Теперь у Фнатиков Появилась одна Незащищенная позиция И надо Ну вот как-то Задергать шведов И Грамотно выйти На один из плентов Мне кажется Просто полякам Лень играть быстро Ну не то чтобы лень Просто соперник Тоже не дает Играть максимально быстро На вот таких скоростях Будут играть быстро Будут ловить Там Молотовые под ноги Гранаты Боевые Поэтому надо быть Еще быстрее Чтобы прилетало мимо Быстрее Быстрее Итак Выход наверх-низ Коктейль Молотова Сжигает двоих игроков Пронакс Просто повелитель огня Фаербол от Пронакса Сам страйк это был Сразу под двоих Залетел Это реально Фаербол от Пронакса Ну Просто Это дота какая-то Уже получается Итак Что по деньгам У Exod'ов Денег нет Полторы тысячи долларов Такая экономика Сразу у троих Польских игроков И эти деньги Ну Их реализовать Практически невозможно Надо сливать Надо копить И надо Закупаться В следующем А возможно И через раунд Итак Под раскидочку Поляки Постараются Установить бомбу На пунте Смогут ли этому Противостоять Ребята Снатик Нет Бомба стоит Все хорошо Деньги поляки Заработали Ну и шведы Подформили неплохо А вот гипер Сейчас подформит Команду Фнатик Если бы забирал Кримза Но не забрал Что ж 8.1 На нашем экране Друзья Команде Фнатик Становится скучно Ну а Вы пока можете Сказать мне Кто ваш друг И вместе Поленитесь Так Ну что ж Ждем Каких-то Содержательных Раундов От Вексидов Но пока что Фнатик на своей карте Разгуляться Полякам не дает Ждем вообще Какой-либо игры Потому что Не то что не дают Разгуляться На своей карте Я думаю Здесь поляки Эту карту Просто не играют Вполне возможно Они хотели Они хотели взять Оверпасс И у них был Такой шанс Они показали На нем борьбу Но вот если Например Вчера Против матча Против Флюбсайд Ребятам Из лонж ГГ Хватило И скилла Умения И терпения Это сделать То здесь Просто команда Совсем другого Калибра С которой Душные раунды Рано или поздно Выигрывать Не удается И тут Один вопрос Не то что даже вопрос Тут Вот чтобы выиграть У Фнатик Здесь нужна Грамотная комбинаторика В раундах Должно быть Несколько рабочих Медленных И один-два быстрых Которых Никто не ждет Пронакс Ой вот это поджим Я говорю Скучно шведам Даже Пронакс Идет в аркаду Года два назад Это бы звучало То же самое Что Блэйд Явно не ожидал Так близко увидеть Еще и Рейлина Ты понимаешь Это уже не важно Потому что здесь Заходов все равно Не будет Скорее всего Фнатик справится Подожди Уже два в три Хотя нет Смотри Да Да Два в три Один в три Флюша И самое главное То что бомба ушла На Б плент Флюша будет ловить Одного из игроков Атаки последнего Справляется с ним А вот теперь Клачмастер должен Показать Насколько он мастер Как раз таки Вот этот раунд Нам доставит Удалось все таки Полякам занять Как минимум одну Непредсказуемую позицию О втором игроке Флюша уже знает А вот Фурлан Не знает о Фурлане Нет Я про игрока Который устанавливал бомбу Это Боврейлин То что тот на Попдок отбежал Ну да Но на самом деле Тоже правильно сделали поляки То что все таки Не остался стоять Фурлан на месте Если вы вспомните Оверпасс То там они боялись Занимая плент Куда-либо отойти Чтобы занять Агрессивную позицию Или непредсказуемую Это их в принципе И погубило Здесь вот есть Что оттолкнуться Ну и по темпу раундов Уже хорошо что есть два Если будет 4 взятая пистолетка Во второй половине Может быть Может быть Каким-то космическим чудом Мы что-то увидим А пока прогулка По карте Детрен Уху Ну а что скорость-то Это как американские горки Режиссер Жми на газ Газку поддайте Газку поддай Парень Ну давай-давай Побыстрее пожалуйста Так ну вот пока Мы летаем по карте Детрен У поляков возникли Технические проблемы Опять-таки же Страдает польский интернет Появились лосы Возможно это дедос Но дедосить поляков Ну вообще не вижу смысла Скорее всего это интернет Шалит Я хочу себе Такой же герб на стенке дома Со звездочками А такую большую звезду А у тебя была уже кстати Ты помнишь квартиру снимал На Лебедеву Кумача А ну да Шикарная база Там была такая звезда Что вот она была непонятно Сатанистская она или Ну там можно было проводить Обряды экзорцизма Короче там можно было призывать Пиковую даму Я не знаю Все что угодно Правда Это очень Это удивительное дизайнерское решение было С чем оно было связано Я не знаю Но звезда была Сначала мы подумали Что Старладер Но вот признаки сатанизма В этой звезде Были явно на лицо Поэтому мы сразу Эту идею убрали Такая вот недобрая звезда Получилась Да и Игорь съехал С квартиры Сказал что Что-то там не так Что-то там не так Всего-то мебели Не было никакой Всего-то До экрана сломался Так Слежили ваши Воспоминания По поводу коэффициентов Как на CSGO Лаунже Так и на EGamingBets.com Матч снимается С паузы Ну и Вексит Гейминг В действии На 11 раунде Второй карты Детрейн В матче против Fnatic Напомню вам друзья Что это матч группа С групповым этапом SLTV Star Series Этого сезона Вы можете ознакомиться На сайте CSGOStarLadder.tv Ну а Олаф Уже услышал апдаун И уже напрягает Прострелами дом Так Расстановка сил Команды Fnatic 4-1 Истинный шведский дефолт По-другому это не назвать Классика Классика шведская Там посмотри Как Флюша Агрессивно отыгрывал На закрытой Он четко И ясно Дает понять Что пока к закрытой Из соперников Никто не приблизился Это позволяет Фнатикам оставаться В четвером на аппунте А вот ошибочка От Кримза Пошел поджимать Но Гиппер К этому поджиму На этот раз был готов Ну вот Ну как же дерзко Играют Фнатики GV с АВП Опять идет впритык И без проблем Разменивает Кримза GV Давай Прострели кого-нибудь уже Слушай Ну поляки Они либо Что-то планируют Либо они настолько Внимательно слушают карту Что не обращают Внимания на то Кто у них под приселом Бегает Так вот Можно Офтоп Офтоп Давай Читая сообщение В чате Твича На шоу интересное Говорят что Подскажите режиссерам Что на 10 канале Кван комментирует Без звука Ну вот Я вспоминаю себя молодого А ну ты да Но я комментировал 3 раунда Интересно сколько Не 3 Не 3 Ты как-то почти 3-3 Ну у тебя было еще хуже Ты один раз вообще Во время овертайма Взял ушел Скал ГГ ушел Изи катка Фейсет Могу себе позволить А Вексет тем временем Во время оффтопа На 4 секунде Поставили бомбу 1 на 1 О божечки кошечки Что происходит И пид опять таки же В дуэли с лучшим Квачмастером С одним из лучших Выигрывает Эту перестрелку 8-3 Вексеты заставляют Снатиков сливать И говорят что Изи катки По крайней мере В первой половине Точно не будет 8-3 Еще один Будет 4 4 уже Приятно 5 Будет вообще В самый раз А 6 Самый главный Деф Который Позволит Отыграть До ничьи При взятом Первом пистолетном Второй половине Ну именно Такая цель Должна Скорее всего Быть У Вексет Гейминг По крайней мере Вот на Этот матч И то что Шведы Играют Эту Уже В принципе Дает Возможность Загадывать На такой счет Грубая Минус Олов Мейстер Выход на Б Плэнд Действие После Дыма И Осторожная Игра В плэнте Ну тут Конечно Без шансов Должен был Быть осуществлен Этот заход Короче Просто Быстро Четко И что там Уфликсает Сегодня на Гол цели Давай расскажем Вообще Параллельный матч Друзья Пока вот такой Скучный медный КС идет Можно и про Параллельный матч Вспоминать Иногда Там сегодня Хелл Рейзер Сайды Отжали Первую карту У команды Дигнитас И на второй Пока что Проигрывают Со счетом 10-3 Так Хелл Рейзер На фрагбайте Сегодня Друзья Это трансляция На 10 канале Есть на русском языке От Федора Захарова 13-16 На оверпайсе Уступили команде НИП Сейчас играется Инферно И там уже 11-4 В пользу НИП Так Ну и не забываем Друзья Что сегодня Сразу после этой встречи То есть даже не сразу А в 20-30 Сет Стартует матч Команды Натус Винцер И команды Питер Это все та же Группа Этого сезона СЛ ТВ Старсириас Лиги Ну или даже Старладер Айлик Старсириас 14 Добавилась Вот эта приставочка Айлига 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 Ай хорошо Это как фильм Ай молодец А тем временем Выход на открытую Джейви остановил Грубого Фурван В ответочку Дает минус Подживи Фнатик В принципе Умеренно И неплохо Справляется с приемом На своих позициях Правда поляки Потные На 3 в 3 Вывели ситуацию Но дальше Сдержать тот же темп В стрельбе не смогли И Фнатик Переворачивают По факту Сейчас весь этот выход И всю атаку На Аплент Бомба упала Вообще Недосягаемость И Гипер Не ловит Флюшу При поджиме Трансформатора Счет становится 9-4 И шведский коллектив В принципе Неплохо Отыгрывает В этой половине Ну если вспомнить Друзья Три дня назад То вот в матче Против своих соперников Брали бразильцев Брали бразильцев Кейт Старс Все это было В рамках 99 Дэмэдж Мастер Ну Статистика Пока такая Жиденькая Всего 2 матча Так что Каких-то серьезных Выводов Делать не стоит Но Обратить на это Внимание Я думаю Можно Итак 25 ситуация Флюша На кураже Просто врывается На подходы К закрытой Забирает Фурлана И Гипера Десятый раунд Для Фнатик И последний В первой половине Это эко Для Ивекс Вот это провал Ну Не досчитали Вот Все бомбы Которые надо было Ставить Ну Вот Деньги бы были Реально Если бы они Ставили бомбы Про бомбы Которые они Забыли Поставить не успели Это тоже косяк Ну и шансы на 10-5 Конечно Сразу падают У Вексит Гейминг Они есть Если удастся Реально Ну Застать врасплох Сохранить темп Опять-таки В стрельбе У поляков С этим проблема Именно у Вексит Что ж Флюша Авиг Бэплэнд Кинг оф За интернет Называется Его ВП Что интересно Зелень Пит Отличный хэдшот Правда Остается 15 хп Врубает Пронокса Но Как такового Дискомфорта Фнатиком не доставляет По-прежнему Позиционирование В принципе Нормальное Так Олов Либо ждет флешку Либо не ждет Не ждет флешку Но в паре с Живей Не сыграли нормально Дэбум закрывается Абдал Он все На Б пытается Загнать сейчас поляков И Нет Не уходят поляки Хотя на Б плант Хотят зайти Шведы все почти на А Но с деглами Сделать это будет Очень Непросто И вот Флюша Моментально дает Понять полякам Что на закрытую Без дымов Вот так вот Просто выползая На нижний пропет Ну Выйти будет Нереально Ну а Фурлан удивил Тем временем Молова Что тот аж рассмеялся От этого фрага Тем не менее 11-4 Это не тот счет Который Вексет Наверное хотели увидеть в атаке Но Они свои 4 раунда Абсолютно честно отыграли И Им действительно повезло Пока моменты Друзья от Флюши Момент вернее Где Вексет завтыкали На Эко При том что плотно И Ждем рестартов 7-4-3 7-4-3 Быстро Да И вот нам сообщает Время которое осталось Рестартов Ну и план команды Фнатик на этот раунд Опять же Две флешки Один дым Что-то быстрое Опять же Это все капитан делает И Оставшиеся игроки Покупают 4 армора А вот у Вексетов Здесь на пистолетке Нету таких Тактических заготовок В плане гранат Строго 3 армора 2 человека Играют Дыкой дым И И Вексет Урланд Купил себе 5-7 Который по-моему Здесь даже и не потребуется Если Ой-ой-ой Ой Ну это Это ГГ Это ГГ Да Это реально ГГ Здесь вообще без шансов Просто Фнатик заходит Подожди Грубо Еще не сказал своего последнего слова Два минуса уже сделал Грубо намекает Фнатик Что ребят Вот здесь надо нажать Педаль стоп И раунд ваш Вот он намекает Этими фрагами И Фнатики кстати Этот намек Сразу же поняли Они остановились Заняли очень комфортные позиции И теперь выбивание Вексета Выглядит практически нереальным Вот и 5-7 Прощается жизнь Пронакс Ну чудовищный просто Минус 2 В финалке этой пистолетки Как итог 12-4 Все близится к счету 2-0 Будем надеяться Кстати по-моему За матч за слот За остаться в Старс серии Вот если Вексет и Питер будут играть Там я думаю будет равная игра Возможно Я уверен в этом Ну посмотрим сегодня Еще команду Питера На что способны эти парни Да Но вот знаешь Опять таки же Вспоминая карту Оверпасс Питеру придется очень непросто Ведь команда Вексет дисциплинирована Она не будет бояться Питер Так как боится команду Фнати Да Она будет играть на максимум Она будет верить в победу А это очень важно Тем временем Фнатики Пробежались по карте Трейн По всем ее позициям Сделали 3 минуса При этом потеряли только Джейми И готовы забрать 13-й раунд Хотя Гитер пока еще с этим не согласен Но походу придется Через силу согласиться Что 13-го для Фнатик не избежать Интересно у Вексет сегодня есть еще официальные матчи Хотя на их месте Вот им сейчас официальные матчи Как и команде Фнатик Наверное Ну пятая лапа Вот если у Фнатик здесь Стоит строгач на выход с лан-финалами То У Вексет здесь Наверное немного другие Как у команды приоритеты В данной стадии Я думаю Эта команда готовит 3-4 карты Для того чтобы играть в квадж на поке нормально Вот И это их основная цель Так Хорошая моменталочка От Пронакса Попытка занять верх-низ Но здесь Там уже все Олаф Мейстер убил Да Тиммейты Разобрались и без Пронакса Если у тебя в команде Олаф Мейстер То ты выходя на плент с бомбой Уже точно знаешь Что плент пустой Господи Ты видел как повезло Флюше Один процент здоровья Тем не менее Попадает четко в голову Ты понимаешь Ты видел это с глаз Флюше Ты видел как повезло А вот если бы мы это видели С глаз человека Который погиб сейчас Ну он Ты видел как мне не повезло Он говорит Блин ну попал же в голову Что за дела А это самое обидное Когда первая пуля Ты сносишь в большую часть ХП А вторая пуля просто Ну не оставляет тебе никаких шансов Ты ее стреляешь Она не летит туда Хотя вроде моделька Напротив тебя Короче КС Гоу Такой КС Гоу Итак Возможно Решающий раунд для команды Вексит Посмотри что они сделали Они купили три снайперские винтовки Афнатики с фармганами Ну как с одним фармганом Под раскидочку Попытаются вскрыть оборону на апленте Что ж Выход начинается Рейлин Спокойно принимает Первого игрока Пит Забирает Олафа Игра на дальней дистанции Превращается в тир Для команды Вексит Гейминг В итоге 2 в 4 Да Бомба стоит И Фнатик попробует реабилитироваться В меньшинстве Правда Шансы на это вообще никакие Ооо Все Джей Виска Будет бороться до конца Забрал Грубо Но не Не хватает его здесь И посмотри кто выжил Те самые 3 снайпера Фурлан Рейлин И Пит Ну вот Теперь фнатики Осознавая всю сложность ситуации Ну вот знаешь Это Наверное Сложность А что тут делать Что дымы на бэй И все Они ничего не сделают Крамотная раскидка Отрезать ключевые позиции И реально поляки с АВП Ничего не смогут поделать Тут они просто на зелень Дым не кидали Это было видно Именно зелень Начались все первые фраги Остальные-то 2 пленте Открылись только потом И самое главное Что Самое главное Что если бы вот Шведы например Сыграли чуть Быстрее И строго в направлении зелени Пока дымами был отрезан плент Они бы убивали как минимум Одинавик И выходили бы в спину Но они не знали об этом А Вексит молодцы То что Все таки Довели дело до конца Реализовали свою задумку Но счет 14-5 Как бы все равно намекает Что долго Играть в такой Скажем так Средний КС Получаться у ребят Вряд ли будет Поэтому ждем Так Я еще раз друзья Напомню для тех Кто только присоединился Сразу же После окончания этого матча Ну ладно Не сразу В течение получаса Это если все закончится Прямо сейчас На ваших Экранах появится Заруба команды Нави И команды Питер Питера И вот как раз таки Очередная проверка На прочность Для Питера Что смогут Показать Интересного Против такого Именитого состава Ну и это Своего рода Специфический Исторический момент В рамках СЛТВ Старсириес Потому что до этого Чистой русской команды Не было Несколько сезонов Последние попытки Были от команды СССР Это по-моему Единственная команда Которая удивила Кстати дым был жесткий Сейчас очень жесткий В коннектор Ну и после этого Дыма Фнатик Вот Вот дым Против АВП Но АВП Стоят по линиям И вот Просто мне интересно Понаблюдать За выбиванием Команды Вэксер Если Фнатики Не будут лезть на рожон А пока что Они это делают Ну вот Зачем 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 Все остается Крымз И А грубого-то Ай-яй-яй Ай-яй-яй Я чувствую Что ты дышишь Я чувствую Что ты дышишь Группа разворачивается Добивает Последнего Крымза Хотя позиция была Нереально перспективная Чтобы устроить Полный разворот Ситуации в Плэнте Но к сожалению Он остался один Был бы хотя бы 2 в 4 2 в 3 Они бы смогли Здесь еще подраться На этой бомбе И защитить ее Что ж 15-й раунд Разыгрывается По-прежнему Командой Фнатик Они все никак Не могут его взять Тем временем Векс отвернули экономику Два ВП остается В их стеке Здравый смысл Берет все-таки Верх над их действиями Но близится Финалка Финалка на Аплент Под раскидку Кримс И вообще Вся команда Будет жестко раскидывать Хотя что-то Что-то они по-моему Не собираются идти на А Нет Собираются Все нормально Вот сейчас жарко будет Молодцы поляки Что выбросили Одну снайперскую винтовку Теперь Обороняться будет Немного проще Но Посмотри Что делает Флюша Невероятный спрей Практически в полете Попадает в голову Он еще и башню до этого зачекал То что игрок на башне Вообще великолепная техника Понимание позиций соперника Пит промазал Ну что поделать Два в три Один в три Справляются Крымзуха 14-7 И вот именно с такого счета Где-то вчера начался Комбэк у команды Против команды Флипсайд От другой польской От другого польского коллектива Здесь правда Фнатик У Фнатика остается Всего ничего по деньгам Надо делать эко Эко наверное проведут с пистолетами Тек Найны Арморы Кто может по возможности Тоже купит Это Флюша Опять же Три с лишним тысячи У него оставалось Ну и Вот два раунда с дымами На Б Один на Б Один на Не показали нам здесь Эффекта От шведской команды Опять же Дымы Рассчитаны на строгий дефолт И даже когда эти дымы Вылетают Вексы все равно Совершенно спокойно На позициях Отыгрывают на перестрелках Что ж Фурлан Во всей красе Оформляет Трипл киу Готов Сделать квадра Но Пронакс Не торопится умирать Пронакс говорит Не пойду Не хочу Не хочу квадру отдавать Еще и заберет Фурланчика Да неплохая стрельба С ЦЗ Сразу попадает в голову Идет Чекать апдаун В итоге Поляки сами не лезут Гипер ждет Игры в апдауне От соперника Пронакс открылся Дело все Заканчивается Счетом 14-8 Поздравляем Вексут 8 залив защиты Уже молодцы Повтор от Фурлана Ну тут Просто невероятно Четко получилось Да То что два вышли в линию И Кримс Конечно Растерянно сыграл А вот Олаф Уже досталось На кураже По полной По полной Но на кураже Играл польский игрок Что ж друзья Пока предлагаю вам Сделать ставку На КС Голонжи На матч Питер-Нави Самая непредсказуемая Встреча сегодняшнего вечера Я думаю Любители соревновательного Коунтер-страйка В России Сейчас в предвкушении Именно этой зарубы Битва Команды за СНГ Питер против Нави Почаще бы команды Выходили из России В Старсерию Они играли регулярно В Пронт Мы на самом деле С Игорем уже давненько Заждались Вот той самой Четвертой силы Есть флипсайды Есть коврейзер Есть Нави А когда же уже появится Четвертая команда В СНГ Ладно У нас поинтересная ситуация Тут два в два И посмотри Как разошлись Красиво Ой-ой-ой Не поверил грубо здесь Что их было двое Действительно в одной точке В итоге Пронок застает врасплох Заготовка сработала И Пит Абсолютно лишенный Мобильности Попробует сейчас Что-то исполнить Кидает дым И сейф Вот это зумчик Вот это зазумился просто Опа Я могу вот так Какие-то, знаешь Неловкие движения Это лишние движения Абсолютно Ему надо было просто Убежать Если бы игрок Который пошел Его обходить по линии Было бы поагрессивнее Это ВП бы не осталось У Пита Итак 15 раундов Забирает команда Фнатик Раздобыли шведы 7 матчпоинтов И готовы их реализовать А вот согласны ли с этим Вексоды Мы сейчас узнаем Пока что Есть вроде бы закупка Есть 2 снайперские винтовки Что еще появилось В арсенале у поляков А, там полноценный бой Даже Даже с карты купили Так они там денег Выбили за 2 раунда У них там по 7 По 8 тысяч По 6 Ну что ж Очередной раунд Вексод попробуют Сейчас отыграть Они понимают Что уже в раунд Стоят от того Чтобы пойти отдыхать После этой встречи А вот шведы Что-то как-то здесь Неприятно Нас удивили Вместо уверенного выхода Их вообще приняли Сразу на первичных позициях Они даже Не знаю До вагона среднего Не дошли Не говоря уже о том Чтобы бомбу принести В плент Путались Фнатик Очень как-то неожиданно Проарказить При реализации Первого матчпоинта Но, как видим К этому были Поляки готовы На самом деле Да, так все оказалось Слабенько Что тут добавить Нужно собраться Ребятам Особенно Из Швеции Просто вот Знаешь Обычно С счета 15-8 15-7 15-10 Начинаются Те самые камбэки Начинаются Те самые камбэки И вексы Близки как никогда Фнатик проиграв Раунд Остались без денег Соответственно Будут проводить Экономически Пять пистолетов Из которых Два дегла Один по 250 И два гвака Попробуют выиграть За счет дисциплины Не, ну они понимают Что здесь, да Здесь только дисциплина Тебя спасает В такой ситуации Иначе камбэк 15-10 Это уже опасный счет Который в перспективе Может С учетом сломанной Экономики атаки Ты в перспективе Можешь закончить с овертаймами Потому что деньги Просчитать легко В этом раунде Фнатик постарается Укрепить свою экономику Есть дым Есть флешка Постараются под эти гранаты Выйти на закрытую И поставить бомбу А вот дадут ли Охо-хо-хо-хо Что творит Фурлан Повелитель боя Планта в действии Друзья Это трипл килл В его исполнении В поддержке его тиммейтов На самом деле Втроем принимали А вот Фнатик стоит Научиться прыгать вправо Ну реально Они до Планта Даже не дошли В очередной раз Ну что ж На самом деле Максимально грамотно Принимали поляки Гранаты залетали Прям под выход Шведской команды И посмотри Экономики остается На один раунд Это говорит нам о том Что все-таки Контроль перехвачен И если бы Вексет Например наладили Ну или дали серию Чуть раньше То на счете еще 14 У шведов Мы бы видели Нечто потрясающее Так ну что ж Попытка занять единичку Под флэш от Гипера Приносит первый результат В этом раунде Врасплох застал Пронекса Хотя тот был готов Отвечать Практически сразу Джейли Зелень Будет выходить На размен на единицу Делает этот минус Игра против Планта Первая линия Фурлан Защита Отлично отыгрывает Максимально сконцентрирована Против двух точек 4 в 2 И С 15 и 11 Ну знаешь Фурлан походу Разошелся на шутку Квадрокил При приеме Открытого Планта И сейчас Фнатик понимает Что надо ходить туда Где его нет А вот Тут как быть Фурлан и на Б Фурлан и на А Фурлан везде Вездесущий поляк Ну что же Еще один экономический раунд От команды Фнатик И вот здесь уже Знаешь Опять интрига Возвращается В этот матч И возможно Вексоды смогут Закомбетчить На трейне Что ж 4 раунда Всего лишь отделяет Сейчас Вексод От Игры на овертайме А мы все Прекрасно знаем Что поляки умеют Это делать И Ой-ой-ой Пит Неудача в стрельбе Савика Такой знаешь Мобильный диффенс На самом-то деле У Вексод Вот Разыгрались ребята Это видно Но с другой стороны Они Может быть От отсутствия Другого выбора Здесь Выкладываются На максимум Если честно Ведь на оверпассе Надо было играть Намного лучше Ооо Денежка есть Отлично Фронакс Ну все-таки Фурвана Остановил Казалось бы Вот даже флешка Не помешает Фурвану Забрать очередного шведа Но нет Фронакс Выбрал Грамотное позиционирование Для установки бомбы И забрал Фурвана Что ж Счет становится 15-12 Вексод Начинают наступать Потихонечку На пятки Команде Фнатик Это естественно Должно Как минимум Ну извести На нервы Извести на нервы Ребята С команды Фнатик Что ж И Фнатик Меняет стиль игры А ВП Джи Ви Играют против Трех зумов Опять же Пит Рейлин Также на Снайперских винтовках Грубые Ой-ой-ой Тут еще есть подсадки Грубые играют На Скаре И по-моему Скар Реально Реально они тупят У соперника 2 ВП Плюс Скар Ну просто похолодите Какое-то время Заставьте соперника Понервничать Попереживать Потом Разбросайте Грамотно гранаты И зайдите на Один из плентов Но нет Фнатик Вот пытаются Сделать этот Опенфраг Постоянно Лезут на рожон На перестрелку С ВП Раз за разом Отдают преимущество Сопернику А уже дальше Просто в поляке В большинстве Реализуют его Просто Шикарно Шикарно Итак Пит Еще один минус На зелени За бравого Вовмейстера Грубые Минус Пронакс 2 в 5 Остаются шведы Но Кримс Даваться не собирается 2 в 3 Уже интересно Но АВП Рейлина Не мажет 3 в 1 Кримс Ждет апдаун Ну Кримзуха В этом раунде Просто образцово Отыгрывает Кримс Уже трипл Есть Он видит Понимает Что флешка была Сплантай Слышал по моему Абдаун пытается Играть нагло Попытка Пуша Пуш продолжается Кримс Отстреливает апдаун Его обходит справа Пистолет И Рейлин И Рейлин Все таки С ним справляется Кримс едва-едва Не растерзал Всю команду Вексен В этом раунде Квадрокилл От Кримзухи Где ты был И почему тебя не хватало Вот по-моему Вторые роли Пора играть Этому парню До этого в раундах Он пытался Открываться первым Ну равноценно Что и GV Вот согласись Мы не ожидали Увидеть на трене Таких вот знаешь Уверенных поляков Здесь должно было Давным-давно Все закончится Но нет Вексы с этим Не согласны Ну тут наверное Даже больше можно сказать Это просто Уверенная польская защита Как любая другая защита У любой другой команды Итак Арсенал девайсов У поляков не меняется Два ВП Плюс кар И вот та самая раскидка Пока фнатики Без потерь Начинают раунд И вот давай посмотрим Как они его Закончат Так Пока что пытаются Пройти с прострелами Но немножечко Меняется темп игры И упор идет на установку Бомбы практически сразу GV ее поставил Пронок сорвал куш На гиппере Рейлен Попытка сыграть нестандартно Но пропускает план Дает инфу И посмотри куда пробрался GV Самый неудобный игрок Всегда взади Но Здесь с ним расправляются Нейтрализация прошла успешно Правда ошибся Рейлен И перекрестный огонь От шведов В упоре решает Дело бомба Дэфица 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 Не Дэфица Кримс Ну вот он Герой этого матча Ну и Фит пытается сделать то же самое Что грубый на оверпассе Но дым Дым по-моему Его просто подставил Его было видно Но опять-таки же Самую малость не хватает полякам Для того чтобы Закомбэчить В матче против Fnatic Две карты к ряду Два практически Ну грандиозных комбэка От команды Vexit Но все же Fnatic сильнее Все же Fnatic выигрывают За счетом 2-0 И зарабатывают первые очки В 14 сезоне звездной серии Ну и судя по второй карте По-моему Vexit Разыгрались только на ней На первой были совершенно никакие Что ж мы передаем слово Нашим аналитикам После чего С нетерпением ждем матча Na'Vi против команды Питер Я думаю вы тоже ждете Пока можете поставить На лонжи или ЕГБ Ну а мы призываем Тафу и Владу Да Давайте Разыгрывайте Свои скины Субтитры сделал DimaTorzok